В эфире программа интервью. Я ее ведущий Руслан Рахимов. Сегодня у нас в гостях Александр Мазный, учредитель открытого корпоративного университета «Сфера». Александр, добрый день. Добрый. Два месяца назад вы презентовали УФЕ открытый корпоративный университет «Сфера», месяц назад уехали в Москву. Как связаны между собой два этих события? — Напрямую, наверное, не связаны. Просто нужно осваивать постепенно новые рынки. Открытый университет — это тот продукт, который будет в УФЕ. Пока что точно в УФЕ, а потом со временем в другие города пойдет. А в Москву для того, чтобы изучать спрос на других рынках. — Дистанционный контроль бизнеса — это всегда риски. Как вы для себя решили этот вопрос? — Первое — это сотрудники. Это директор, который здесь в УФЕ руководит филиалом, руководит университетом. Я здесь регулярно поуявляюсь, поэтому я бы не сказал, что совсем дистанционно. Ну, во всяком случае, не так, как рассказывают очень часто на онлайн-курсах или еще где-то. То есть, то, что вот все, два часа в неделю. У меня такое пока точно не получилось, и я пока в такое не верю. Поэтому я там каждую неделю практически присутствую в компании. — Скажите, почему вы выбрали такое направление бизнеса, как образование? Все-таки очень затратное, достаточно сложное и, наверное, не такое высокомаржинальное направление бизнеса, скажем, в отличие от некоторых других. — Я считаю, что даже, наверное, немного с предысторией. У меня в свое время в школе и в институте были хорошие учителя. Я считаю, что учителя — это призвание. То есть, поэтому, когда ты учишь людей, нужно, чтобы тебе внутри нравилось. То есть, когда ты занимаешься бизнес-образованием, на нем деньги важны, как в любом бизнесе, но должно быть внутреннее желание, что ты хочешь передавать знания. То есть, если оно есть, то тогда ты это делаешь с удовольствием. То есть, мне очень нравится, когда те люди, которые прошли у меня обучение, когда они показывают результаты, когда они растут. Поэтому это вот такое внутреннее ощущение. То есть, я точно понимаю, что вот это мое. Мне нравится делиться. — Есть ученики, которыми вы гордитесь? — Да, наверное, есть. Ну, из того, что интересного, из сверхярких проектов, ну, допустим, это Рим Хасанов, к примеру, агентство «Недвижительная перспектива». Я считаю, что это, наверное, один из самых ярких примеров того, как человек изменился за короткий период жизни. Ну, и я понимаю, что я тоже какую-то небольшую часть к этому приложил. То есть, безусловно, это его заслуга. То есть, он самый большой молодец, но я знаю, что мы чуть-чуть ему помогли в том, чтобы он вот в этом направлении шел. — В любом успехе есть заслуга и ученика, и учителя. — Всегда. — Какое соотношение? — Есть хорошая пословица. Учитель приходит тогда, когда готов ученик. То есть, поэтому я думаю, что в этом отношении. То есть, первично, первично — это желание человека. Учиться и развиваться. Вернее, учиться и делать вот эти две вещи. Если они у него есть, то тогда учитель уже может во что-то вложить. Если этого нет, то какой бы хороший учитель ни был, то это, к сожалению, будет пустая трата времени. — Что касается УФА, насколько высок здесь запрос на бизнес-образование? — УФА — исторический регион с невысоким запросом на образование. То есть, УФА относится к тем регионам, к которым мало учатся. То есть, я могу сказать, косвенное подтверждение этому. То есть, мы практически одна из единственных компаний, которые занимаются регулярным обучением. То есть, у которых постоянно запускаются курсы, у которых есть регулярный системный курс, который повторяется с год в год. Не разовые мероприятия, а такие системные. То есть, кроме нас никого толком нет. — А с чем связан такой низкий запрос? — Ну, это мое предположение. То есть, наверное, мое внутреннее предположение. То есть, УФА исторически была нефтяным регионом. То есть, через нас и проходит сейчас нефть. То есть, и, соответственно, в связи с этим была следующая ситуация, что здесь были легкие деньги. Ну, то есть, относительно легкие деньги. И не требовалось отдельных управленческих компетенций сильно. И поэтому люди в себя не вкладывались. Мое ощущение такое. — Сейчас это мешает развитию региона? — Я считаю, что да. То есть, потому что у нас из-за этого и управленческий потенциал не самый высокий. То есть, я даже смотрю, сравниваю с другими регионами, где иногда приходится быть. То есть, есть регионы более, так скажем, более депрессионные по отношению к нам или в среднем по России. Но ребята там по уровню именно управленческого потенциала, не по заработку, по уровню управленческого потенциала, они гораздо выше стоят, чем, допустим, в УФА. — Ну, то есть, поэтому я считаю, что это ограничение определенное. То есть, ну, вот сейчас мы... И вот такое кризисное время, и заодно вот эта ситуация с низким управленческим потенциалом для Башкирии — это, конечно, плохие составляющие. Поэтому я рассчитываю, что она сейчас постепенно начнет подниматься. То есть, и ребята, судя по запросам, ребята начинают учиться. То есть, начинают понимать, что для того, чтобы сделать бизнес, нужно понимать, как делать бизнес. И начинают сами учиться, и начинают своих сотрудников учить. — Долгое время вы возглавляли навигатор продаж, обучали в основном продажам. Сейчас у вас открытый корпоративный университет, он будет включать в себя и другие направления. — Да. Основные направления — это... То есть, какие направления открытый корпоративный университет возьмет? Это продажи, маркетинг, управление, финансы, HR. То есть, основные области, которые нужны бизнесу для того, чтобы обслуживать основной его уникальный продукт. Ну, то есть, это мы будем давать. — Александр, как изменились запросы в сфере бизнес-образования за последние 10 лет? — Пошли запросы более точечные и более практичные. То есть, уже у бизнеса есть четкий запрос. Что нам сделать и какой результат мы получим? То есть, если до этого было ощущение такое, что просто поучиться, давайте сходим, поучимся. Прикольно же? Давайте прикольно, вот сходим, поучимся. А сейчас, говорят, хочу продажам выучиться. Окей, вот иди сюда. А что я получу на выходе? Вот это, вот это, вот это. Все. Все. Люди более точечно подходят и смотрят с точки зрения результата. Это очень хорошо. — Очень сильно меняется среда вокруг, в том числе онлайн-образование, развитие интернет-технологий. Как это сказывается на запросе на бизнес-образование? Какие, возможно, новые направления вы планируете развивать в связи с этим? — Отдельно. Онлайн, да. То есть, это тренд, который будет расти. И он в мировой тенденции растет, и он и в Башкирии будет, и в Уфе расти. То есть, в онлайн постепенно уходит образование. У онлайн-образования пока есть существенные недоработки, которые не позволяют ему занять всю территорию, допустим, и вытеснить традиционные методы обучения. То есть, традиционные будут оставаться. Потому что с онлайн-обучением очень тяжело настроить проверку знаний, что человек действительно это знает, и что он, самое главное, это умеет. Потому что в онлайне это практически невозможно проверить. В онлайне это может создать только тестирование. То есть, мы проверим знания. А твой навык мы никак не проверим. Поэтому в онлайн есть определенные ограничения. То есть, оно будет занимать свой сегмент, оно будет шириться. Но пока не придуманы технологии, которые позволили бы померить навык, то, соответственно, это будет пока что ограниченная версия. Хотя сейчас даже мы готовим один из продуктов, который я в следующем году протестирую, где мы как раз спробуем внедрить технологии, чтобы проверять навыки. То есть мы связываем систему обучения и показатели сотрудника. То есть делаем корреляцию между тем, как он учится, и тем, какие у него результаты. И на основе этого делаем его индивидуальную программу развития. Это новые продукты, которые в следующем году мы запустим, то есть для корпоративного сегмента. И тогда, если это будет успешно, то тогда мы получим новый продукт, который мы будем вводить на рынок. И в отношении онлайн-обучения, соответственно, мы в следующем году начнем запускать онлайн-курсы по управлению продажами, по управлению людьми, по управлению организацией, по управлению маркетингом. Это основные направления. Доля онлайн-курсов в папке ваших услуг? Пока что она нулевая. То есть на данный момент она нулевая. То есть мы первые будем запускать в следующем году. Форс пишет, что в России всего 1% в зарубежных странах, в развитых, доходит до 17%. Такая большая разница, с чем связано? Технологии или люди? Люди. То есть в России ценность самого образования, она низкая. То есть у нас не принято учиться, у нас ценности образования. Вообще в целом в стране ценность образования, она очень сильно снижена. То есть по мере того, как сейчас у нас на рынке стагнация происходит, у нас запрос бизнеса к людям вырастает. И, соответственно, я думаю, со временем будет и ценность образования расти. Во время подготовки конференции продажи на максимуме, которую телеканал РБК провел на прошлой неделе, мы встретили такое возражение. Мы много знаем, осталось это делать. Да. Как вы считаете, на самом деле много знают? И осталось делать? Ну, здесь у меня спорные чувства это вызывает. Да, часть людей действительно знают, они ходили куда-то, что-то знание каких-то получили и не внедряют. Потому что это одна из больших проблем, что люди после образования не делают. То есть есть такая проблема. Но чаще всего знание – это иллюзия о том, что ты что-то умеешь. То есть человек послушал даже тренинг, даже еще что-то, у него создается впечатление, что он это знает, иногда умеет. То есть если нужно, он сделает. А это не так. То есть если вам покажешь один раз, как на велосипеде кататься, а вы еще не умеете, то это не значит, что в следующий раз вы научитесь. То есть поэтому знание переходит в умения и навыки, то есть после определенного количества повторов. Это нужно понимать. То есть да, у нас люди, к сожалению, много сейчас знают, вернее у них иллюзия, что они много знают, то есть из-за того, что информационный фон очень большой у нас идет. И поэтому им кажется, что осталось только сделать. Но это не всегда соответствует действительности, иногда это самообман. — Ежедневно в Уфе анонсируются разные мастер-классы, тренинги, конференции. Наверное, в год их проводится около сотни. На ваш взгляд, не перегрет ли этот рынок? — Нет, не перегрет, потому что большинство мастер-классов, конференций, которые проводятся в городе, это разовые мероприятия, которые подходят, но они больше имеют формат шоу. То есть когда ты пришел, зарядился, подхватил одну, две, три идеи и все, пошел внедрять. А у нас практически в городе нет системного образования. Допустим, мы единственная компания, которая дает системное образование. Когда сотрудник приходит и в течение трех месяцев учится одной квалификации. Причем простым вещам учится. Как оперативки проводить, как задачи ставить, как сотрудников мотивировать. Простым вещам, то есть не заоблачным далем каким-то. А в большинстве случаев то, что сейчас на рынке происходит, я, естественно, за этим наблюдаю, это однодневные мастер-классы, двухдневные мастер-классы или тренинги, на которых нельзя посадить навык. Это больше шоу, когда ты мотивационно заряжаешься и пошел на этой мотивации что-то в течение первой недели двух сделал. Если не сделал, то это, скорее всего, так останется. Вы же тоже проводите такие мастер-классы. Да. Я их провожу. У нас есть базы в виде наших основных курсов. Есть мастер-классы. То есть как раз на базе мы даем людям основу. То есть то, с чего они будут расти. Базовое образование. А мастер-классы усиливают отдельные части из этого базового образования. То есть у нас подбор мастер-классов в этом отношении идет очень точно. То есть мы усиливаем то, что знаем, то, что нужно усиливать человеку. То, что нужно усиливать нашим клиентам. Традиционно в Башкирии высоко доверие к приезжим коучам и тренингам. Я так понимаю, что у вас, раз это курс трехмесячный, преподают наши. Да. А доверие к местным в Башкирии традиционно ниже. Ну, соглашусь. Как с этим приходится работать? Ну, тяжело, но работаем. Да, это так. То, что это, как говорится, сейчас вспомню эту фразу. В отчизне признания нет. Нет пророка в своем отечестве. Да, да. То есть это абсолютно верно. То есть даже правильная пословица есть, что нет пророка в своем отечестве. То есть действительно приезжим доверяют больше. Но мы стараемся это компенсировать нашей длительностью курса, показываем насыщенность курса и квалификации преподавателя тоже. Мы, соответственно, со всех сторон берем. Небольшой блиц опрос в завершении беседы касательно вас. Отвечать надо коротко. Утро или вечер? Утро. Кофе или вода? Вода. Красный или зеленый? Зеленый. Бег или плавание? Бег. Продавать или управлять? Управлять. Спасибо, Александр. Это была программа интервью на телеканале РБК Уфа. На наши вопросы отвечал Александр Мазный, учритель Открытого корпоративного университета «Сфера». Оставайтесь с нами. Продолжение следует.